Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы и мы продолжаем проходить кампанию в игрушке Транспорт Фивор 2. У нас глава 1, задание 2, кофе и колонизация. Острова Ява, жемчужина Индийского океана, где мудро правят въедливые голландские бюрократы. Наступил 1870 год и колонию ждут большие перемены. Частным лицам теперь дозволено брать в аренду сельскохозяйственные земли и управлять плантациями. Почва здесь плодородная, так что условия идеально подходят для выращивания и экспорта колониальных культур. Вперед за экзотикой! Ну раз вперед, значит вперед, погнали! Голландская Ост-Индия – самая образцовая колониальная империя в мире. У нее всего в достатке сочных фруктов и дешевой рабочей силы. Вы действуете от имени колониальной администрации. Ввиду вашего технического таланта, перед вами поставили задачу модернизировать местный транспортный сектор. Выполнение этого задания очень порадует голландского монарха. Симпатичный островочек нам тут дают. Ну что ж, погнали! Первое задание – процветающие плантации. На этом острове очень не хватает цивилизации и транспорта. Есть тегловых животных, например быков, запрещено законом. Поэтому колониальная администрация заказала у вас постройку железной дороги с целью развития плантаций. Ароматный кофе будут перевозить из плодородных глубин острова на перерабатывающее предприятие рядом с городом. Активация слоя высоты. Чтобы строить разумно и недорого, избегайте перепадов высоты. Проведите необходимые разведывательные работы. Включите пока 100 контуров, бла-бла-бла, это понятно. Соответственно, у нас есть вот такая вот фича, которая показывает вот так вот линиями, где у нас высота и так далее. Это, кстати, на самом деле удобно. При прокладке длинных путей вот эту штуку я бы обошел, потому что рыть в ней туннель или идти по ней – это дороговато будет. Положите маршрут, соединяющий процветающую плантацию и фабрику по переработке ягод кофе. Давайте, собственно, это сделаем. Соответственно, вот тут у нас находится экспортное предприятие Сурабаи. И здесь вот эти самые ягоды кофе будут переделываться в кофе, в зерна кофе. Я, честно говоря, не силен в том, из чего делается кофе. У нас тут есть вот железная дорога, уже построенная. Соответственно, вот здесь у нас плантация. Что это у нас вообще такое? Кофейные плоды и кофейные бобы. Вот так вот это называется. Ну, может быть, они и правы. Кто я такой, чтобы в этом шарить? Соответственно, тут все просто. Построим вот такую вот грузовую платформу. Должно быть соединение с дорогой. Это, конечно, гениально. А, оно выходит все нормально. Просто видите, зону, которую нам обвели, она не очень попадает. Точнее, наша платформа не очень попадает в эту зону, выходит за ее пределы. Ладно, вот так вот ее бахаем. И теперь все это дело надо соединить путями. В принципе, это несложно. Одно соединение. Нажмем галочку и готово. Задание выполнено. Дорога между плантацией и фабрикой. Нужно построить депо. Постройте депо в посвященной области. Соедините его с железнодорожными путями. Не вопрос. Ну, я думаю, что мы его вот так вот пихнем. И будет норм. Соответственно, дорожные пути и тоже готово. Переобретите целый поезд, локомотив и грузовые вагоны. Купите поезд с четырьмя грузовыми вагонами. Не вопрос. Для начала берем локомотив. У нас их есть аж два варианта. 70-й год на дворе. Все-таки круто. Давайте начнем с вагонов. У нас вот здесь вот есть графа тип груза. И, как мы видим, гондола не перевозит кофейные зерна, кофейные ягоды, кофейные плоды, блин. Поэтому мы возьмем четыре вот таких вот крытых грузовых вагона. Ну и, соответственно, нам нужен локомотивчик. Разумеется, берем который помощнее и побыстрее. И даже он все это дело тянет посредственно. Тут, когда добавляешь вагончики, видите, есть посредственно, а есть нету, а есть хорошо. А бывает еще там прям очень хорошо, великолепно или что-то такое, когда ему прям хорошо будет ехать. Соответственно, с каждым вагоном уменьшается скорость. Например, сейчас на плоской поверхности 45 км в час, на средней 45 и в высоту 25 км в час. Причем, обратите внимание, за какое время эта скорость набирается. Если мы сейчас добавим еще один вагончик, то, соответственно, время на все это дело у нас будет увеличиваться. А скорость максимальная тоже немножко падает. Но, в общем-то, он это все это дело тянет, поэтому мы его покупаем. И очередное задание у нас выполнено. Проложите маршрут для поезда и доставьте ягоды кофе на фабрику. Не вопрос, прокладываем маршрут. Я так понимаю, у нас маршрутов уже будет больше, чем в вступительном задании, поэтому будем их обзывать нормально. Соответственно, он едет вот отсюда, а вот сюда. И мы обзовем этот маршрут. Я обычно называю их, в зависимости от, что куда едет. Соответственно, это будут ягоды на ежкин кот. Ягоды кофе на, давайте, переработка будет. Переработка. Вот так вот. И теперь этот самый поезд нужно назначить на этот маршрут. И он уехал. Соответственно, запускаем игру. Она стояла на паузе все это время. И можно посмотреть на этот поезд. Он выезжает из депо. Чучух, чучух. Разумеется, он по кратчайшему пути сейчас сначала поедет. Он не может же здесь вот так вот повернуть налево. Поэтому он сначала доедет до вот этой остановки, развернется. И после этого всего сможет поехать обратно на загрузку. Тем временем, на этой станции уже начал скапливаться продукт. Ягоды кофе. Их тут уже 8 штук. У нас поезд 16 может перевезти. Потом они начнут, правда, исчезать со временем. Хотя тут платформа длинная и все нормально будет. Ну а мы попутешествуем. И приезжаем мы на станцию. Забираем отсюда кофейные зернышки. Точнее, не зернышки, а ягодки. Что мне все время? У меня просто ассоциация кофейные и сразу зерна. Во! Полностью он забился. Еще что-то на платформе даже осталось. Поэтому ускоряем время и погнали все это дело доставлять. Ну что же, прибываем. Здрасте. Не, поезда сделаны красиво. И вообще здесь все сделано красиво. И это круто. Давай, выгружайся. И у нас будет выполненное задание. Разгружает, 124 тысячи денег это нам приносит. И я случайно закрыл. Превосходная железная дорога. Для местных арендаторов она просто бесценна. А ягоды кофе попадают на переработку еще свежими. А после переработки вкуснейший колониальный кофе требуется отвезти на склады портового управления. Ни в коем случае нельзя доверять это дело аборигенам. Они слишком беспечны, слишком неумелы и слишком ненадежны. Я даже с тобой, наверное, соглашусь немножко. Строительство стоянок для грузовиков. Эти стоянки требуются для того, чтобы первоклассный кофе попадал в город неповрежденным. Очень желательно, чтобы их можно было защитить от жадных толп аборигенов. Постройте стоянки для грузовиков в подсвеченных областях у фабрики и в торговом районе города. Соответственно, одна стоянка у нас, я так понимаю, в фабрике здесь. Но что-то она далеко находится. Я бы ее в другом месте поставил поближе. Ну ладно. Раз хотят здесь, значит пихнем здесь. Давайте сразу это сделаем. Это у нас постройки, стоянка для грузовиков. Тыдыщ. Готова. Соответственно, вторая подсвеченная область у нас находится прямо в городе. Правда, придется снести здание. Надо как-то, чтобы вот одно здание всего лишь будет снесено. Хорошо. Можно отправляться в путь. Больше ничего не мешает быстро доставлять грузы в местный порт. Отправляйте грузовики с кофе. Проложите маршрут новыми остановками. И пустите по нему не менее четырех подходящих транспортных средств. Это все говно вопрос. Но для начала нам нужно построить депошечку. Дорожное депо. Давайте его вот куда-нибудь вот сюда вот припихнем. И соответственно, нужно купить четыре каких-нибудь хреновины, которые могут это все дело возить. Они все их могут возить. Разницы между ними нет сейчас никакой. Только лишь скорость и вместимость. Разумеется, возьмем все топовое. Мы же любим все топовое. Четыре штуки. Окей. И разумеется, все это... А, маршрут мы не проложили. Не вопрос. Прокладываем маршрут. Соответственно, он будет у нас вот с этой стоянки. И будет ехать сюда. Сразу же его переименовываем. У нас будет кофейные зерна. Кофейные я сказал. Кофейные зерна в город. Вот так вот. Ну и соответственно, теперь отправляем все это дело... А, нет. Отправляем все это дело по этому маршруту. И все. Готово. Перерабатывающая фабрика заслуживает похвалы за регулярные поставки кофе в город. Чтобы обеспечить экономический рост, нужно поставлять продукцию клиентам, у которых вводятся деньги. Черт, это логично. Подождите, пока повозки доставят кофейные бобы в город. Вот я не очень люблю ждать. Вот сейчас бы какой-нибудь сайдквест был бы прям хорошим чем-нибудь таким. А вот, кстати, он и попался прям сразу же. Пропавший машинист. О нет, Лукас, опытный машинист вашего локомотива, как сквозь землю провалился, нигде его не сыскать. Надо подобрать замену. Немедленно. Сможет ли кто-то из аборигенов справиться с этой нелегкой задачей? Да говно вопрос. Принять. Пропавший машинист. А все, выполнено. Гениально. Прокладка тренировочного маршрута. Несколько местных жителей высказывают интерес к освоению, несомненно, благородной профессии машиниста. Для обучения потребуется тренировочный маршрут. Тем временем, находится некоторое подтверждение ужасным слухам о рационе местных племен. Постройте тренировочный путь с двумя маленькими станциями и депо в подсвеченной зоне. Ну давайте построим, где у нас подсвеченная зона. Я ее довольно долго искал. Короче, подсвеченная зона у нас вокруг вот этого замечательного вулкана. Ладно, строим здесь две маленьких станции. Я думаю, без разницы, будет грузовая или пассажирская, но мы построим пассажирскую. И вот сюда, наверное. Готово. Хотя, может быть, надо было кольцо пустить. Но здесь ничего не сказано про кольцо, поэтому пойдет и так. И соединяем это все дело. Да, скоро здесь не самое большое у нас будет развиваться. И разумеется, здесь необходимо депо. Вот так вот пойдет. Допуск к вождению паровоза. Сначала надо как следует научиться водить паровоз, чтобы сразу же не распугать всех потенциальных пассажиров. Тем временем до вас доходят невеселые новости. Говорят, ваш машинист стал жертвой кровожадного племени каннибалов. Да, нехорошо получилось. Ну ладно. Купите паровоз, проведите его по тренировочному маршруту протяженностью не менее 1500 метров. Хорошо. Соединяем депошечку. Что я с другой стороны пути вывел? Вот это я лошара. Ну да, некрасиво оно выглядит. Но это не проблема. До свидания, депо. Мы еще деньги платим за то, что сносим свои же постройки. Хотя, может быть, это даже и чем-то логично. И выводим все это дело давайте на другую сторону пути и соединяем. Готово. Теперь нужно сюда купить транспортное средство. Сюда нужно просто локомотив купить. Купить паровоз. Ну, допустим, давайте дешево возьмем. Купить. Да, поезд второй. И да, надо маршрут опять-таки сделать. Соответственно, новый маршрут вот отсюда. Нет, откуда отсюда? Вот отсюда. Соответственно, на вторую станцию. И обзываем его как, не знаю, тренировочный маршрут. Тренировочный маршрут. Во. Пойдет. Соответственно, второй поезд отправляем на него. Ну и должен он покататься 1500 метров. А, еще даже пошел прямо как он из депо стал выезжать. Ну и ладно. В общем-то, пускай катается. И да, кстати, как я говорил, если здесь остается лишний кофе, полностью забивается платформа, а это все дело начинает исчезать. Некоторые грузы теряются из-за перегруженности станции. Ну ладно, нас в данном случае это сейчас никак не волнует. Что у нас там происходит с обеспечением? Уже что, не привезли что ли? Тапы задания. Подождите, пока поводские доставят кофейные бобы в город Сурабай. Они что, еще ни разу не съездили, не доставили? Сахар. Оно что там, не грузится что ли? Ну вот, пошло вроде. Вот этот загрузился. Значит, я все правильно сделал. А эти пустые до сих пор катаются. Или они только выехали из депо? О, кстати, частное. Кто-то мажорит. Частные лошадки вон тоже катаются. Пункт назначения коммерческое здание. Кстати, от их вида тоже можно кататься. 22 километра в час ездят. Какие крутые, а? Все. Еще и тевка за рулем. Как шмар. Ладно, где наши кофейные бобы? Нет, не оно. Вот они, первые. Сейчас они доедут до вот этой станции. И, соответственно, задание будет выполнено. Давайте ускорим время. И, кстати, доступ к вождению паровоза тоже сейчас уже почти выполнилась. Довольно-таки быстро это все дело случилось. Готово. Все готово у нас. Хорошо. Давайте начнем с бонусных заданий. Отлично. Так, время. Давай обычная скорость. Отличные новости. Пропавший машинист вернулся целым и невредимым. Пока вы думали, что его съели дикари, на самом деле он развлекался в девственном лесу. Естественно, вы не собираетесь терпеть такое недостойное поведение. И, как ни жаль, но вам придется его уволить. Окей. И на этом все, да. Ладно. Возвращаемся к основному заданию. Благодаря вашим надежным поставкам фабрика работает куда больше, чем обычно. Впрочем, она наверняка сможет обработать еще больше ягод кофе. Подумайте над увеличением объема поставок. Ваш кофе из колонии пользуется огромным успехом в кабинетах и салонах Европы. Один поезд уже не справляется с доставкой ягод. Кофе на фабрику. Нужен разъезд, чтобы по ветке можно было пустить второй поезд. Да, я там обратил внимание. У нас вот тут вот такая штучка. Для разъезда есть специально построенная. Видимо, надо будет еще соединить эти пути. Я гениален, да? Один поезд... Да, соедините первый и второй посвеченные концы. Я... Это уже давно говорит на экране, а я до сих пор это не видел. Ничего страшного. Так. Соединяем. Есть. На разъезде один полис должен пропускать второй. Для этого понадобятся сигналы. Установить сигналы в синий и зеленых областях. Так, ну вообще, по логике вещей, надо сделать вот тякут и вот тякут. Да. Чтобы завод мог работать на полную мощность, понадобится еще один поезд. Купите второй поезд с четырьмя грызовыми вагонами для перевозки ягод кофе и пустите его по маршруту. На самом деле мне впадаю покупать, поэтому мы его просто скопируем. Есть такая кнопочка клонировать, выбранное транспортное средство. Мы нажимаем ее и все. При процветающем производстве кофе быстро развиваются и другие виды предпринимательства. Благодаря наличию железной дороги, портовый город Сурабая превратился в оживленный центр торговли с множеством товаров и услуг. Люди со всех уголков острова хотят вести здесь дела. Поэтому колониальная администрация подрядила вас построить пассажирскую ветку от Симаранга до Сурабаи. Какие названия? Железная дорога соединяет города. Пора построить ветку, которая соединит ключевые торговые узлы на востоке Иявы. Соедините города Сурабая и Симанг пассажирской веткой. Не вопрос. Погнали. Соответственно, вот у нас город Симаранг. И вот у нас город Сурабая. Я так понимаю, из этой платформы вести не вариант. Ничего страшного. Давайте пассажирскую станцию бахнем сюда. Вот это будет считаться за город Сурабая? Не хочется ничего сносить просто. Или давайте вот сюда, чтобы больше домиков было подсвечено. Вот при таком раскладе больше всего домиков подсвечено. Как бы это хороший исход. Два здания будут удалены и хрен с ними. И соответственно, еще одну платформу поставим вот сюда. Я думаю, можно прямо вот так вот ее сжахнуть и нормально. И можно сразу, кстати, депошечку вот здесь вот пихнуть как-нибудь. Я не знаю, вот таким вот образом пойдет. И теперь это все дело соединяем путями. Выводим их вот отсюда вот так вот. Так, огибаем вот эту гору, чтобы не строить тоннели. И фиг у нас это нормально получится. Поэтому будем тогда строить небольшими кусочками. Один хрен тут. Тоннели роются. Ай, бог с ним, у нас до хрена денег. Пускай будет тоннель. И здесь надо вот так вот завернуть. И вот так вот в станцию мы приходим. Это готово. Железная дорога построена. Любопытство бьет через край. И время покажет, насколько выгодная окажется перевозка пассажиров. Перевезите не менее 25 человек между городами Сурабая и Симак. Хорошо. Так, стали мы соединяем вот здесь вот депошку с путями. И нам нужно купить сюда пассажирский какой-нибудь паровоз. Точнее пару пассажирских вагонов. Давайте три. И соответственно паровозик. Посредственно. Так, а если два? Тоже посредственно. Давайте три пускай будет. Покупаем и отправляем на маршрут. А, маршрут я не построил. Не беда. Новый маршрут у нас идет вот от Симаранга до Сурабая. Давайте его так и обзовем. Сурабая, Симаранг пассажирский. Соответственно отправляем сюда наш какой-то у нас четвертый поезд. Сурабая, Симаранг пасс. Давай катайся. И у нас появилось бонусное задание. Пока мы ждем 25 пассажиров. Такому серьезному предприятию, как ваше, требуется первоклассный филиал. В конце концов вы себе цену знаете. Принять. Строительство головной контор. Постройте представительную резиденцию, которой не будет равных на всем острове. Постройте головную контору. Чтоб я помнил, где это было. А было это то ли в статистике, то ли вот здесь. Да, головной конторы построить. Я вспомнил. Ее по-моему даже не обязательно около дороги ставить. Почему у нас вот это окно не закрывается? Но давайте построим ее около дороги. Видите, она никак не соединяется. Ну и пофиг, готово. Проверить информацию. Какая шикарная усадьба. Увы, на нее свалилось ужасное бедствие. Здание захватили змеи. По слухам, на острове есть пожилая знахарка, которая знает, как от них избавиться. Говорят, она сейчас в Сурабае. Найдите знахарку в городе Сурабая. Интересно, где бы она могла быть? Что-то мне подсказывает, что она находится прямо вот здесь. Кстати, как у нас тут на станции? Два пассажира ждет. Не сказал бы, что прям до хрена. Ну и ладно. Знахарка утверждает, что сама она помочь не может, но советует обратиться к ее двоюродному брату в Симаранге, который хорошо умеет заклинать змей. Интересно, как его тяжело будет найти? Я вот что-то его прям как бы и не вижу. Заклинатель заявляет, что по всей вероятности своими проектами вы прогневали могущественную богиню змей. Жрица храма этой богини у вулкана Мерапи. Единственное, кто может поправить дело. Да боже мой, мне уже задолбало в эти вопросики тыкать. Найдите храм. Я нашел храм. Я же в него тыкнул. Чем это не храм? Кстати, симпатичный храм. Но я нашел, что не так? Ага, у нас тут есть еще вопросики. Ёшкин кот. Давайте по ним тыкать. Во. Нам нужен был вот этот храм. Ладно. Жрица Моувила, великая богиня змей, отзовет своих детей лишь в том случае, если вы сделаете ей подобающее подношение. Подношение? Серьезно? Жрица пророчествует, что подношение в виде кофе наверняка будет принято благосклонно. Твою мать, какая хитрожопая. Пожертвуйте кофейной бабу богини змей. Так, ну ладно, подруга. Тебе, видимо, еще дорогу сюда везти придется, да? Не вопрос. Давайте построим ей дорогу. Это будет небольшая проселочная дорога. Строим ей. Так, наверное, стоит идти вообще начинать именно с этой стороны. Так, мосты не хочу. Смотрите, как ценник сразу из-за моста увеличивается. Хотя из-за насыпи тоже нехило. Ладно, строим маленькими кусочками, не вопрос. Готово. Так, а у тебя там есть тебе куда его возить, а? Или тебе здесь тоже станцию для грузовиков надо ставить? Новый маршрут. А ну-ка, давайте попробуем. Нам надо будет ехать вот отсюда, а вот сюда. Да, тебе еще и остановку ставить. Совсем охренело. Ладно, не вопрос. Построим. Стоянка для грузовиков. А что, храм снести нет? Нельзя, да? На другой стороне надо ставить. Ладно. Соответственно, новый маршрут, который начали строить, стираем. В общем-то, ты едешь. Так, еще раз стираем, чтобы я не запутался. Давай, новый маршрут вот отсюда. И едешь ты вот на эту стоянку. И обзываем его как подношение. Подношение. Во. Соответственно, так, где у нас депошка вот эта? Вот эта депошка меня интересует. Нам нужно купить одну грузовую повозку. Купить. И отправить ее на маршрут подношение. Я так понимаю, ей хватит одного подношения. Твою мать, что за слово? Тем временем перевозка пассажиров 0 из 25. Потому что вообще стоит, конечно, увеличить время, наверное, да? Где наш паровоз? Так, тут два пассажира ждет. И 8 пассажиров едет в эту сторону. Ну, 25 вы, конечно, не сильно быстро накопите. Что-то мне подскажет. Уже здесь 4 ждет. На самом деле, все эти предприятия, их почему-то всегда надо вот как вы раскочегарить. Оно не сразу понимает, что появилась возможность. И со временем их там реально будет копиться. Так что не хватит будет один поезд. Это все, в общем-то, не сразу происходит. А здесь у нас поезда разъезжаются. И все нормально. Что у нас тут по станциям? 125 все равно. Даже два поезда не справляются с этим делом. Так, ладно, пока это закроем. И смотрите, как это все работает. Поезд приезжает. И сейчас остановится около семафорчика. И будет ждать, пока тот проедет. И когда он проедет вот по этому семафору, теоретически я бы еще и сюда его пихнул бы. Который говорил бы о том, что путь свободен. Он бы сразу же поехал. Ну и ладно. В общем-то, вот так это работает. 23 из 25 уже пассажиров. Охрененно. Там же только 8, по-моему, везло нам. Нет? Ну и ладно. Так, а тем временем, хорошо. А это у нас подношение прошло. В вашей шикарной резиденции не осталось ни единой змеи. Здорово. Ну и это задание сейчас, соответственно, у нас тоже сразу выполнится. Погнали, встретим наш поезд в городе Симанг. Тут уже пассажирчики скапливают. 17 человек. Отлично. На самом деле вообще пофигу. Мне кажется, можно даже снести эту станцию и продолжать выполнять задание. Но я не буду этого делать, потому что нам потом придет какое-нибудь другое задание, связанное с этой же самой станцией. И придется опять ее строить. Я знаю, как такие игры строятся. Готово. Ой-ой. Где-то в глубине острова раздаются толчки. Вот-вот начнется извержение могучего вулкана Мерапи. При прокладке маршрута никто об этом не подумал. Аборигены думают, что кто-то прогневал одного из их богов. Как бы то ни было, если вы хотите и дальше перевозить по железной дороге плоды кофе, срочно нужно что-то делать. Понятно. Сейчас будем перестраивать рельсы. Разумно будет заранее демонтировать объекты, которым не место под завалами пепла и потоками лавы. Отправьте поезда в депо и уберите с маршрута остановку у кофейной плантации. Серьезно? А, ну она типа входит в радиус поражения. Ладно. Так, ягоды, кофе, переработка. Соответственно, вот эти поезда отправляем мы в депо. Невозможно найти путь в депо. Серьезно? Потому что надо отправлять его пока он на этой станции. Ладно. Мы подождем. Ничего страшного. Я думаю, вулкан за это время не бабахнет. Так, ну вот он эту стрелку проехал. Теперь можно его отправить в депо. Да. Один типа отправился. И сейчас ждем пока второй. Сделай то же самое. Давай паровозик. Давай быстрее. Катись. Давай. Чух-чух-чух-чух-чух. Все же это самое. Надо по-быстрому. Оп. Разворачиваем. И он тоже уехал в депо. Красавчик. Ну и теперь надо снести остановку. Жалко, здесь нету переноса объектов. Потому что ее логичнее было бы, ну, типа перенести, наверное, чем просто ее сносить. Но ничего не поделать. Мы ее сносим нахрен. Чтобы производство кофе не прекратилось, следует переместить железнодорожную ветку туда, где не будет угрожать извержение вулкана. Уберите станцию и пути, и зоны извержения, и вулканы и построите заново их за пределами этой области. Не вопрос, сейчас мы это все делаем, сейчас как снесем к еб... Ну, вы поняли. Я люблю разрушения. Так вот, все это сносим и в обход вот этой горы сейчас пойдем. Только единственное, надо, конечно же, построить новую станцию. Хоп. Готово. И, соответственно, прокладываем пути. И чтобы совсем не рыть тоннели, наверное, мы пойдем прямо в объезд. Пофиг вообще на скорость. Он все равно там 40 едет. Мы не дойдем до эпохи скоростных поездов. Серьезно, ты не соединяешься здесь? Падла, а? Ладно, я тебя все равно соединю. Почему не соединяется? Будет у меня еще еле пениться. Все соединяется. Готово. Опасность миновала. Можно продолжать перевозки. Более того, вулкан постепенно затихает. Тем не менее... Вот так, я ненавижу, когда вот так вот перелистывается. А, это у нас бонусное задание еще появилось. Тем не менее, вы мудро поступили, переместив железнодорожные пути. Окей. Проложите маршрут заново и перевезите 30 плоды кофе на фабрику. 30 плоды кофе. Гениально. Так, ну, маршрут, кстати, у нас, наверное... А, у нас просто станция снеслась. А можно сюда просто вот добавить станцию новую и маршрут никак не менять. И, соответственно, у нас есть в депо вот эти два поезда и мы их отправляем на ягоды кофе переработка. Все, они пошли кататься и у нас тем временем есть бонусное задание. Новые отрасли. Почва на острове плодородная и выращивать на ней можно не только кофе. Вдова одного хорошо знакомого вам плантатора, мир его праху, недавно занялась выращиванием сахарного тростника. Осчисливьте ее, предложив свои услуги. Я, конечно же, предложу ей свои услуги. Сахар нужно отправить в город. Там его погрузят на корабли и доставят к столу жителей континентальной Европы, собирающихся на чашечку кофе. Доставьте сахар с тростниковой плантацией в город Сурабая. Не вопрос. Соответственно, а где у нас находится кофейная плантация? Кофейная плантация у нас находится здесь. Нам нужно просто доставить сахар. И знаете, что мы сделаем? Мы опять поведем поездом это все дело. Так будет намного проще. Прямо отсюда ставим железнодорожную платформу и ведем пути к уже имеющейся станции. А, к уже имеющейся у нас нихрена не получится, да? Получится. Поведем. Нам сейчас здесь красота, скажем так, не нужна. Можно это даже все дорого делать. Без разницы. Просто ведем пути. Для красоты можно даже их соединить вот здесь. Но мы этого делать не будем. Да, и вот такие насыпи terraforming получается очень некрасиво. А, у нас здесь пассажирская станция в Сурабае. Ничего. У нас все это дело модульное. Можно модернизировать. Соответственно, вот с этой стороны мы сжахнем платформу. Грузовую. Еще одно здание снесли. Боже, какой кривой. Не туда попал. А ну-ка сносим. Вот тякут. Вот тякут. И вот тякут. И, соответственно, с этой стороны еще нужны пути. Вот тякут. И все. Теперь нужно это дело только лишь соединить. Вообще, теоретически, можно было не вести вот этот вот весь путь вокруг. Можно было этот путь соединить даже вот с этим путем. Ну и ладно, ничего страшного. Перевозки идут полным ходом. А что мы это самое? Мы не выполнили задание до сих пор. Вы че? Я же сахар не доставил. Перевозки идут полным ходом. Плантации развиваются прекрасными темпами. Ввиду всех достижений, действующий губернатор подумывает о возвращении на родину в Голландию. Принимая во внимание вашу выдающуюся работу, вполне вероятно, что он передаст свою должность вам. Ну окей. Ладно, мы продолжаем игру. Я надеюсь, нам дадут закончить, ну типа бонусное задание выполнить. Потому что я хочу все выполнить. Оп, нам же тут немножко осталось. Нам нужно всего лишь вот сюда это все дело провести. И чтобы не строить второе депо. А мы построим депо. Господи, это тоже не сложно. Мы его пихнем прямо вот сюда. Соответственно путями все это дело мы соединяем. Вот так вот создаем новый маршрутик, который у нас будет вот отсюда. И вот, нет не до сюда, а вот до сюда. Вот на эту станцию. Соответственно это у нас будет доставка сахара. Доставка сахара. Ладно, его можно было не переименовывать, потому что толку нет. Мы сейчас первую порцию доставляем и все. Соответственно покупаем новое транспортное средство. У нас будет обычный паровозик с одним грузовым вагоном. Ага, сахар нужно гондолу брать. Ну и не вопрос, гондола так гондола. Соответственно отправляем этот поезд на доставку сахара. Ну давай, типа едь. А, у нас на паузе стоит. Гениально. Я тут стою, жду как дебил. Вот такой вот маленький паровозичек у нас выехал. Хоть один загрузишь тут? Он пустой уехал? Блин, он пустой уехал. Я не хочу, чтобы он катался просто так пустой. А ну-ка давай возвращайся. Нет, доставка на ноль. И что это за звук свиней? Почему на сахарной плантации дохрена свиней? Так, у нас спрос не пошел, да? Ну кофе и сахар. Вроде ж типа оно все подсвечено. Но вроде как должно доставать вот до сюда, видите? А почему-то сахар не генерится. Почему? Ладно, подождем пока поезд доедет до станции. Может быть тогда он раздуплится. Или по задумке надо было тележку брать. Ну уехал. Сейчас ты начнешь мне сахар генерить? Он не генерит сахар, вот падла. Обычной дороги туда нету. А что если мы тогда... Ну блин, мне не нравится то, что тут сахар не это самое. Ладно, постройки мы построим сюда вот такое вот депо. Какой-то домик мы снесем. И соответственно создадим маршрут вот отсюда, вот сюда. Я его даже обзывать уже никак не буду. Нам нужно вот отсюда еще купить транспортное средство грузовое. Одну штуку. И назначаем на новую линию 1. Он будет забирать их отсюда и возить соответственно сюда. И сейчас у нас начнет генериться сахар. Что не так-то? Правило сахар. Еще вот это падла катается. Деньги наши жрет. Но здесь же все подсоединено. Он же ее видит. Производство 200. Доставка 0. Потому что я не гондолу взял. Походу, да? А я взял только локомотив. Я гений. Добавляем гондолу. Боже мой, что со мной не так сегодня? Ну и сейчас ты пошел доставать это самое. Все равно не генерит сахар. Доставка сахара. Я опять не гондолу взял? А, я не нажал изменить. Все, я лошара. Вот сейчас точно должен начаться генериться сахар. Но уже пожалуйста. Во! Пошла родимая генерить нам сахарочек. Что у нас тут по паровозику? Поезд ушел пустой. И разворачиваемся, дружище. Разворачиваем. Да, можно его прямо в середине вот так вот развернуть. И он разворачивается. Я не знаю каким способом это происходит. Но мы его в общем-то разворачиваем. Пускай едет загружать гребаный сахар. И да, кстати, вот этот маршрут, который линия 1, можно нахрен стереть. Транспорт на маршруте. Не вопрос, продаем этот транспорт на маршруте. Вот прикольно будет, если сейчас это все не заработает, да? Все, сносим его нахрен. Все, паровозик, давай! Мы его ждем прямо на станции. Давай, дружище, пожалуйста, побыстрее. Хотя я еще время на единичку поставил. Но это так, чтобы красиво все это дело выглядело. В общем-то, сейчас это все должно разгрузиться. И нам должно засчитаться задание. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Давай, чух-чух-чух-чух. Хорошо, молодец, красавчик. Да, задание выполнено. Сладкая жизнь. Поезд быстро везет сахар в город. Очень приятно. Хорошо. Все, задание мы все выполнили. Можно, в общем-то, на этой карте дальше продолжать развиваться. Но толку у этого никакого нету. Поэтому, друзья, на этом эту серию я закончу. Не забываем про подписочки, про лайкусики, про комментики. Всем, друзья, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. И до встречи на следующем задании.